Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А вы? Я с Литвой Понятно Как Литва поживает? Спасибо Хорошо С каждым Выбрали Нового старого президента Или старого нового Выбор для старого нового И как? Счастливо? Ну и так А как вы так будете В Америке сейчас выбирать между двух старых? Ну Как-нибудь постараемся уже Подстараемся Между трех Тут у нас еще и третий идет Будет, да Нет, про третьего не слышал Трамп и Байден Трамп и Роберт Кеннеди Джуниор Будет еще Это племянник президента Кеннеди Ну я Фамилию эту знаю Но я не слышал Что он там Он идет, он идет по многим независимым Да Вы действительно В Америке или прикидываетесь? Нет, действительно Там живет? Да Ну здесь живу, да В Америке? Да Я почему спрашиваю Потому что многие русские Прикидываются там Что где-то живут там И у меня Вот Вы с Америки говорите по-русски А откуда вы говорите по-русски? Ну как я А почему вообще решили, что я русский? Потому что говорите по-русски Так и вы русский тогда Нет, я литовец Кто вам сказал? Я сказал Так вы же по-русски со мной говорите Ну я сказал, что я литовец Ну А почему по-русски? Я на семи языках Я говорю на семи языках Ну и что? Ну вы хоть немножко русский есть? Ну так вы видите, что немножко есть Ну вот все, нормально А что, вы русских не любите, что ли? Нет, я имею в виду Нет, русский есть И имейте в виду русский язык Ну когда язык изучаешь То становишься немножко частью того народа Чей язык ты изучаешь Вот если вы русский язык знаете Вы чуть-чуть знаете и русский в душе Ну теоретически, да Теоретически, да Значит я частью и русского, и польского Ну вот видите Ну у вас там намешано А я вот русский в душе, да, тоже Я не намешанный Я просто Мне нравится говорить с людьми На их родном языке Вот это вот красиво Вот сейчас буду говорить с поляками Буду говорить по-польски Буду говорить с латышом Буду говорить по-латышски И так далее, и так далее А украинский язык знаете? Нет, мне нравится Я это люблю Мне это нравится А украинский язык знаете? Я украинский язык так понимаю Говорить мне тяжело Но вот Надо выучить Надо выучить Потому что сейчас они говорят, что там по-украински надо говорить. Что русский говорят надо... Ну и выучу, а что там? Украинский язык это очень похоже на белорусский и польский. Там учить, только надо немножко ухо отбить и... Ну, как какие слова подобрать с одного с другого языка? Да. Это очень похоже на украинский, белорусский и польский. Кстати, я эти три языка так более-менее знаю. Мне кажется, русский, украинский и белорусский больше подходят друг к другу. Больше похожи. Нет, 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 совсем нет. Я знаю и русский язык тоже, я с ним на этом языке с вами говорю. Но белорусский и украинский язык это больше похоже на польский. Это славянские языки. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, как будет рука по-польски? Рынька. А нога? Нога. Вот. Видите, а по-русски будет рука и нога, будет рука и нога. И по-украински будет рука и нога. А голова по-польски как будет? Голова. Вот. А по-русски будет голова. И по-украински будет голова. То есть русский с украинским ближе, чем с польским? Нет. Ну как нет, только что я вам пример привел. Вот, например, задница по-русски будет задница жопа будет, по-украински срака, по-польски дупа. Да. Правильно? Ну, а вы плохой пример привели. Ну, а какой мне? Ну, приведите вы хороший пример, я вас послушаю. Ну, русский язык, там, 90% не русских слов. По заимствиям с другими словами. Как вы говорите, голова, по-русски голова. Да. А по-русски использовать голову, это думать. Ну. То есть, вообще не связано. А по-литовски голова, это голова. А думать? А думать, голвоте. То есть, голову использовать. То есть, русский язык, это вообще искусственный язык. Так, а литовский язык получается вообще узко такой направленный, чтобы вот, ну, а мне, я хочу оскорбить. Это балта, балта, это балта, славянские языки. Когда-то они в древности были общие, потом разделились. Какие-то слова есть общие, но абсолютное большинство сейчас разделилось и не общие. Ну, тогда скажите. Ну, вы говорите сейчас со мной по-русски, да? Да. Так вот, я сейчас с вами нащеную говорить по-литовски. Вот, посмотрю, насколько меня пометят. А смысл. Ну, я сейчас с вами нащеную говорить по-русски. Я сейчас с вами нащеную говорить по-русски. А смысл? Ну, если вы понимаете меня, то вы можете мне сейчас сказать. Ну, я не понимал ничего. Какой способ вы используете ваша собственная языка? Я не понимал ничего. Я использую мою языку, потому что я хочу понимать, что литвуянские и славянские языки, где-то в будущем, они были, может быть, один из-за того, Вы говорите о прошлом. Но сейчас они абсолютно разные. И литвуянские и русские не понимают. Future, это будущее в английском языке. Вы имели в виду past, прошлое. В прошлом они были один язык. Past, ну, past. Хорошо, я сказал, может ошибся. Ну, ничего, бывает. Так вот, смотрите сюда. Скажите мне, пожалуйста, какой язык, дело производства, был в Великом княжестве литовском? Если разговаривать с западом, то это был латынский. А если с, не с Россией, а с, ну, Русь, как называлось, с Рутинией, да? Это был старославянский язык, это булгаро-макетонское наречие старославянского языка. А где был литовский язык? Литовский язык был в то время. Не было, письменного не было. На хуторах был, правильно? Письменного не было. Письменного не было, правильно. Был на хуторах. То есть, в основном, язык, любое дело производства, у вас был либо латынь, либо старорусский, правильно? Как и во всей Европе. Был латынский язык, а в Византии... Ну, подождите, как во всей Европе? Нет, нет, нет. Болгария... Нет, нет, подождите, подождите. Нет, зачем... Болгария и так далее. Это было старославянский, македонский язык в этой части распространён, а в этой латынский. Ну и что? То есть, вы мне хотите сказать, что французы говорили на латыни, германские племена говорили на латыни... Они не говорили на латыни. Англичане говорили на латыни. Ну, вы же сами только что сказали. Нет, я вам этого не говорил. Вы мне сказали, вся Европа говорила на латыни. Нет, не говорил этого. Это вы придумали. Ну и ладно. Вы сказали про письменный язык. То есть, письменность в Европе была латынь? Да. То есть, французской письменности не было, английской письменности не было немецкая это зависит от веков в принципе в европе велос письменность на латыни люди говорили как хотели на крышность в основа каком веке то есть шекспир писал на латыни причем тут шекспир мне просто интересно александр дюма я понимаю что вы меня хотите потроллить я вас обрезал мне интересно я и но если вы если вы хотите действительно узнать как все было зайдите на google посмотрите вы все найдете чем не только что рассказали о величии литовского языка когда-то это был один я ничего не говорила вы сказали что это был один язык балтийский вы все три вот вернее все балтийские страны говорили на одном языке вы это сказали мне нет я так не сказал мне показалось наверно да ну бывает ладно я вам сказал что когда-то был про то славянский славянский язык потом они разделились а почему они разделились спрашиваете у лингвиста при чем тут это ну а почему скажите мне почему вот литовцы например не понимают латышей а латыши например вместе не понимаете эстонцев или наоборот так я вам скажу потому что эстонцы украфинские языки это эстония финляндия венгрия литовцы и латыши они не понимают друг друга на половину где много что понимаем но где-то чем-то половина не понимая понятно я живу вот здесь у меня 30 километров латвия что-то понимают что-то не понимают а на каком языке вы общаетесь если вот надо вот общаться магазин приедет или то ничего куда-то на каком языке вообще общаются вот люди трех ваших республик если встречаются ну пойдете сейчас пойдешь на английском пойдет ну у вас английский я уже понял как у вас английский вы прошлое с будущим путаете ладно мне интересно вот если вот встретятся люди нашего возраста с вами вот литовец латыш и эстонец и пошли вместе в бар например или в ресторан посидеть поговорить просто старые друзья с института на каком языке они будут разговаривать какого возраста нашего с вами возраста у вас в районе 50 может быть будем и на русском но мои дети русского языка не поняли не интересны ваши дети я говорю если мы встретимся с вами вот я понимаю склоняешь я понимаю к чему ты русский язык евро русский язык это язык который был раз в пространстве советского союза а так в принципе его в жопу этого языка он вообще никому не может то есть вы не будете разговаривать с эстонцем с латышом я буду с эстонцем и латышом разговаривать на том языке который мы общем найдем какой английский из немецкий и старшее поколение вот как ты и я может быть и на русском я не понимаю твой вопрос ну я вот вопрос задал мы сейчас с вами я в соединенных штатах вы в литве на каком языке очень сомневаюсь да вы можете сколько хотите сомневаться но факт остается фактом я в соединенных штатах ты говоришь по-русски без акцента и живешь в америке да а что здесь запрещают по-русски без акцента разговаривать что ли нет не завершает а что что ну а что не так что что не так просто я подумал что ты врешь я вам вообще сейчас я вам скажу вообще правду вообще обалдеть я родом из таджикистана я говорю на русском без акцента так я вижу да но услышь ну и заметьте что мы с вами разговариваем я родом из таджикистана живущий в соединенных штатах разговаривать с литовцем на русском языке а если бы я не знал я я говорю на семи языках ну чё чё вы мне хотите ну так я ничего не можем говорить на другом языке зачем у нас есть у нас есть два общих языка на которых мы можем более-менее общаться это русский английский на русском у нас получается лучше на английском немножко не так может немножко не так но все равно говорится но мы все равно бы поняли друг друга да я потому что я бы не докапывался до каждого слова но вы меня сказать там про что-то ну вы перепутали прошлое с настоящее с будущим ну хорошо перепутал ну и что ну как что не ту кнопку нажмешь там где-то что-то взлетит не туда не дай бог разберемся не важно все равно говорим ну вот видите всегда же можно договориться а что ваши правители не хотят договариваться с соседями с какими соседями ну как с большими которые старший который это большие ну как какие ну кто с вами пограничит самая большая страна в мире не граничит с литвой только калининградская область анклав ну анклав что значит анклав ну вот такая зачем вы оскорблять я же не оскорбил вот вашу территорию например никак не обозвал а вы оскорбляете вы меня оскорбили чем я вас оскорбил я не из россии родом я в россии никогда не жил вы сейчас просто чужую страну огульно оскорбили вообще не знаю зачем я из таджикистана родом я живу в соединенных штатах а вы взяли я оскорбил на на штаты и таджикистан вы оскорбили россию зачем вы это сделали россия это не страна это серьезно зачем я должен а что я должен если бы я жил в тридцать девятом году так я что должен уважать и немецкую германию подождите если проводить физиологические ассоциации с россия жопа мира то литва это давай проводим аппендицит литва до литва первые страна в мире которая подала в суд нацистскую германию и что ничего просто первая страна которая маленькая страна осмелилась продать подать в суд сильную большую страну в суд за фашист это был потом в сороковом в сорок первом вы их с радостью встречали да помните как и другой евреев убивали ты тупой ты идиот ты идет а что идет не убивали евреев от не а ты знаешь что литва воевала из германии и россии и советскими блядь и демократичу немцев также не ругаешь вот этими эпитетами или немцев нельзя это я ругаю тоже потому что эти сволочи эти сволочи блять немцы и русские блять они сделают эту кровавую мясорубку и то что там как говорят в литве убили много блять евреев так че 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 руха это дело че говорят литовцев не знаю насколько это правда литовцы литовцы литва кстати из болтыйских стран ни один человек не служил вермахте и в литве этих сволочей которые убивали евреев было там пару тысяч а если ты вообще хочешь про меня говори да то моя мои дед мои дедушки бабушка они спасали евреев и из израиля при приезжали и есть в ю тубе снято там но брали интервью википедии послушай послушай ты википедии веришь верю вот на первом этапе литовцы воспринимали немцев как освободители от советского репрессионного режима конец в надежде в надежде на восстановление независимости автономии литовцы организовали временное правительство но вскоре их отношение к немцам ухудшилось так как нацисты считали литовцев одной из низших рас и эксплуатировали их в целях военных и экономических интересов нацистской германии период оккупации погибло 370 тысяч жителей литвы в том числе 190 тысяч евреи литовских евреев и кто в этом виноват и кто в этом виноват сейчас эти еще зачитаю из литовских националистических формирований было создано 22 стрелковых батальона самообороны с номера 1 по 15 из 51 с 251 до 257 дивизий рейха штуртс шутсман фаш батальоны численность каждого от 500 до 600 человек то есть у вас было 20 22 батальона стрелковых создана из литовцев ну вот умнож 22 на 500 600 в ношу на и сколько ты же говоришь вообще никто не служил вермахте а тут вот пожалуйста я так не говорил они титут вермахте в армии парами не служили они имена подсобников было подсобников было да но и имели в составе немецкие группы связи во главе с офицерами 5-6 унтер-офицеров общая численность военнослужащих формирований достигала 13 тысяч человек из них 250 были офицерами в часть эти части привлекались карательным акциям не только в литве но ее за ее пределами 12 батальон размещался в минске с октября 41 по март 42 года уничтожил свыше 9000 свыше тысячи мирных жителей и более 9000 советских военнопленных это вот твои земля это я тебе же читаю в википедии на ну тебе насколько там их было но они литовцы или они не литовцы были 13 и сколько их было числе 13000 или нас это в вас селите 13 тысяч на ну но не хочешь звонится нет не хочу почему не хочешь а потому что в россии три миллиона вермахте служили это подожди подожди причем здесь россия ты за литовцев извини а то при том что когда уроды пришли и всякие уроды кто-то пошел да все такие есть ты сказал из таджикистана и и там уродов тоже было короче не кипи не кипи вот смотри вот я тебе еще одну я тебе еще раз говорю мои дедушки из израиля приезжали и снимали и в ютубе есть как спасали евреев что ты мне так говоришь а вот смотри интересно это ты же сказал в википедии веришь вот холокост в литве в период оккупации германские войска и местные коллаборационисты систематически преследовали и истребляли еврейские населения литвы геноцид евреев осуществлялся на основе официальной доктрины нацистской германии окончательного решения еврейского вопроса и сколько там литовцев было я не знаю сколько было даже один был это все равно литовец там было меньше число я говорю семья не без урода всегда появятся какие-то мрази которые будут но про весь народ говорит такую это может подожди где я про весь народ это сказал я про народ ли ты мне только что сказал что литовцы и пособники гитлера я тебе прочитал пособники гитлера это русские они 3 миллиона ты представляешь 3 миллиона в вермахте служили русские смотри я я даже не русский ты на меня на карте ты мне пролетура ты же мне сказал ты веришь в википедии я тебе прочитал я тебе не рассказал так я тебе сказал были семья не без урода было несколько ты мне до этого сказал что литовцы вермахте не служили ты мне сам сказал вермахт это армия до в армии не служили а вот эти которые а вот эти которые убивали блять евреев до их было пару тысяч я принято тебе 13 13 ну пускай 13 но это какая какой процент от трех миллионов это херня но они литовцы бы но да были тебе за них стыдно конечно ну вот молодец видишь еще не все в тебе потеряно видишь вот я не могу обвинять ты слышал что мои дедушки мои дедушки спасали евреев и из израиля приезжали и в ютубе есть и и по сей день и где они это все сняли что ты мне говоришь ты говоришь что литовцы были такие я тебе не сказал про всех литовцев что ты несешь я тебе сказал что вот сейчас а вот и сейчас сидишь и всех русских обзываю все русские были плохие а потому что русские это тебе не стыдно нет не стыдно вот я потому что я что вытворяли тогда в литве везде и что они сейчас вытворяют в украине тебе ты их покрываешь тебе блять не стыдно послушай меня сюда ты сейчас голосовно оскорбил весь русский народ я тогда на подожди я начну с того что нет никакого русского народа подожди литов литовец подожди я не перебиваю меня ты же культурный ты же европеец ведешь себя как быдло полнейшее да я тебе закончу и ты этот не кипи ты ведешь себя как идиот который не знает не учил не читает только что я привел пример что литовцы у него ты блять идиот и что ты не дурак ты твой буквы мало того ты шовинист мало того ты разжигаешь собакой сутулой межнациональную рознь ты сидишь и оскорбляешь целые народы у меня к тебе больше даже слов нету ты понимаешь сидит да закрой рот эти звук убрал я тебя не слышу ты говоришь вместе со мной не надо вместе со мной говорить я тебе еще раз повторяю я не из россии я в россии никогда не жил вот ребята пожалуйста вам пожалуйста этот в лице велики шовинизма нету вот шовинизма человека ненавистничества нет вот он голословно готов оскорблять весь народ не опускайтесь пожалуйста на его уровень плыз видите литовцев не опускайтесь на его уровень видите других латышей кого-то не вздумайте опускаться на вот его уровень вы видели вам показал уровень вот этого бабуина не вздумайте опускаться на такой уровень такими быть нельзя людям надо относиться по-хорошему спасибо всем удачи грустно девица один мой знакомый тоже продавал государственную мебель но ты жертва аборта кому ты продал стул здесь паша обладающий сверхъестественным чутьем понял что сейчас его будут бить может быть даже ногами набил бы я тебе рыло да только заратустро не позволяет а а а а а а